Опиловка и снос аварийных деревьев – одна из первоочередных задач для Рязанской дирекции благоустройств. По словам Елены Сорокиной, если не заниматься санитарной очисткой и не убирать аварийные деревья и ветки, то последствий не избежать. Например, масштабное отключение света после урагана или шквалистого ливня из-за упавших веток. Те действия, которые мы предпринимали до этого, недостаточны. Пересматриваем ряд решений. Первое. На удаление аварийных деревьев, а также на жесткую обрезку там, где это целесообразно, выделяем из резервного фонда 2 миллиона рублей. Дополнительно. Второе. Создаем дополнительные бригады в дирекции благоустройства города, которые будут решать только эту задачу. По некоторым местам городские власти еще проводят конкурсные процедуры на выполнение работ. Дополнительные опиловки ждут 100 аварийных деревьев на улицах Черновицкая, Комбайновая, Ломоносова, Новоселов, Гоголя, Гагарина, Островского, Политаева, Станкозаводская, Октябрьской, Строителей, Ленинского комсомола. Здесь уже потребуются дополнительные средства. Косметические срезы сделают четырем сотням деревьев. Актировать аварийные деревья мы, коллеги, должны быстрее. Актирование предшествует срубу. Да, это многоаспектный процесс признания дерева аварийным. По ряду параметров мы проверяем абсолютно каждое дерево, прежде чем члены комиссии подписывают акт о его сносе. Также глава администрации подчеркнула, что работа в части опиловки деревьев в районе линии электропередач будет пересмотрена на МУП «Эргресс». А осенью к посадкам зелени подключат экологов. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».